Всем привет! В одном из прошлых видео мы получали фтальвый ангидрит из пластификаторов в ПВХ. В итоге мы получили слишком мало вещества, а для дальнейших опытов нужно больше. Суть данного видео в том, чтобы получить фтальвую кислоту напрямую из пластификатора. В России в продаже можно найти дебутилфталат, я же в свою очередь воспользуюсь диетилфталатом. Данное вещество используется в некоторых качественных химических источниках света в качестве растворителя. Свечение тем самым достигает более 5 часов. Соль и фтальвые кислоты могут использоваться, например, для приготовления стандартного буферного раствора для калибровки пашметров. Кроме диетилфталата мне потребуется ранее полученный этиловый спирт в качестве растворителя, потому что данный сложный эфир не смешивается с водой. Если добавить немножко ратамина B и перемешать раствор, он переходит в слой эфира. Краситель в химическом источнике света растворен именно в диетилфталате. Для получения фтальвой кислоты нам также необходима соляная кислота и гидроксид натрия. В круглодонную колбу на 500 мл, в которую заранее помещаем магнитный якорь, я наливаю 100 грамм диетилфталата. Включаем самодельную магнитную мешалку и наливаем примерно 100 мл этилового спирта. В другой емкости нам нужно приготовить раствор гидроксида натрия в водно-спиртовой смеси. Для этого я вначале налил примерно 50 мл спирта и добавил немного щелочи. Всего нам нужно растворить примерно 36 грамм. В спирте щелочь растворяется плохо, поэтому я добавил остаток щелочи и налил оставшиеся 50 мл спирта. Теперь добавляем небольшими порциями воду до тех пор, пока щелочь не растворится. Раствор начинает довольно сильно нагреваться и начинается испарение спирта. Раствор нужно при этом охладить, поставив емкость с холодной водой. Когда вся щелочь растворилась, выключаем перемешивание. Не пугайтесь, если раствор разделился на два слоя, водный и спиртовой. При перемешивании наливаем раствор щелочи к раствору Дети Авталата в колбу. Выпадает осадок Фталата натрия, который хуже растворен в спирте. Раствор при этом довольно сильно нагревается. В ходе реакции также образуется этиловый спирт. Чтобы проверить, прошла ли реакция до конца, на часовой стекло я нанес каплю раствора из колбы и оставил испаряться на пару минут на воздухе. Как мы видим, у нас все еще остается непререагировавший Дети Авталат, который не испаряется. При помощи индикаторной бумаги проверим PH раствора. Среда близка к нейтральной. Для продолжения реакции я растворил примерно 5 грамм гидроксида натрия в воде, после чего добавил к реакционной смеси. Поскольку магнитный якорь застрял, перемешиваем раствор вручную. Проверяем PH, среда щелочная. Собираем установку для простой дистилляции, чтобы регенерировать спирт. Я пока не знаю, растворится ли осадок во время нагрева, поэтому оставлю как есть. Воды явно недостаточно, поэтому небольшими порциями я доливаю ее до полного растворения кристаллов. Дистилляция начинается примерно при 78 градусах. В итоге мы получаем спирт с концентрацией более чем 90%. Для его дальнейшей очистки можно провести ректификацию. Со временем раствора становится все меньше и кипение идет менее интенсивно. На насадке вюрца начинают конденсироваться пары воды. Прекращаем нагрев. Измерим PH раствора. Среда щелочная, значит гидроксида натрия достаточно. Наносим каплю раствора на часовое стекло. Через какое-то время она кристаллизуется полностью, значит реакция завершена. Ждем пока раствор остынет. Образуется перенасыщенный раствор фталата натрия. Кристаллизацию можно спровоцировать, опустив в раствор стеклянную палочку с кристаллом вещества, полученного на часовом стекле. Полученное вещество нужно растворить в как можно меньшем количестве воды. Растворимость у него очень большая. Переливаем раствор в химический стакан на пол-литра. Колбу дополнительно споласкиваем небольшим количеством воды и добавляем раствор в стакан. Чтобы получить фталевую кислоту, нам нужно использовать более сильную кислоту. При перемешивании я добавил около 140 грамм 28% соляной кислоты. У нас тут же образовался белый осадок фталевой кислоты, которая довольно плохо растворима в воде. Полученный осадок я отфильтрую при помощи вакуумного фильтра в несколько заходов, потому что вещества довольно много. Чтобы промыть вещество от остатков соляной кислоты и хлорида натрия, наливаем немножко ледяной воды, перемешиваем и снова фильтруем. Промывку повторяем пару раз. Выкладываем полученные кристаллы на фильтр, под который кладем несколько салфеток, чтобы лучше впитать влагу. Насос у меня довольно слабый, поэтому остается довольно много жидкости. Оставляем вещество сушиться на воздухе. С остатками фталевой кислоты проделываем то же самое. Соляная кислота довольно летучая, поэтому она улетит при сушке. Можно использовать и серную кислоту, но если плохо промыть кристаллы, она останется вместе с ними. После сушки, через пару дней, у нас остается 73,2 грамма вещества. Это примерно 98% от возможного. Осадок при этом может быть слегка влажным, это не беда. Теперь нам нужно перекрестализовать наш продукт, чтобы его очистить. Я взвесил примерно 40 грамм фталевой кислоты в термостойком стакане на пол-литра. Растворимость фталевой кислоты в кипящей воде около 18 грамм. Исходя из этого, я добавил около 200 миллилитров воды. Сверху стакан я закрыл чашкой Петри, чтобы на поверхности раствора не образовалась корка из кристаллов. Нужно довести раствор до кипения. Фталевая кислота начинает растворяться. Нам нужно получить полностью прозрачный раствор, поэтому небольшими порциями добавляем воду до полного растворения. В идеале нужно добавлять горячую воду, чтобы раствор не охлаждался. После полного растворения, оставляем раствор медленно остывать. Чем медленнее идет кристаллизация, тем чище у нас получится вещество. Через несколько часов раствор можно перелить в другую емкость. У нас остаются чистые кристаллы фталевой кислоты. Выкладываем их также на фильтр, чтобы просушить. Сверху дополнительно можно открыть еще одним. С остатками фталевой кислоты проделываем то же самое. После высыхания на воздухе, у нас остаются красивые белые кристаллы фталевой кислоты. Пересыпаем их в баночку для хранения и обязательно подписываем. У меня вышло около 66,6 грамма, что соответствует выходу в 91%. Часть фталевой кислоты будет кристаллизоваться из остатков раствора после перекристаллизации. В ходе реакции мы получили также этиловый спирт. Вначале его было около 200 мл, а теперь заметно больше. Концентрация стала чуть меньше и теперь равна около 93%. Из полученной фталевой кислоты в будущем я попробую получить люминол и некоторые другие интересные вещества. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok